Такие платформы, всё какое-то ржавое, грязное, на путях валяется мусор. Сегодня 3,5 тысячи человек погибнет на дорогах. Штаты отличаются от России тем, что алкоголь продается не так строго, как у нас, его можно купить даже в аптеке. Запретили гей-браки, и сразу выросла экономика. Это Бостон, друзья. Слышал множество восторженных отзывов об этом городе. Поэтому с удовольствием приступаю к изучению. Говорят, самый европейский город США. Бостон один из крупнейших городов США. Население самого Бостона порядка 600 тысяч человек. Но в агломерацию живут уже 6 миллионов. То есть, если рассматривать агломерацию, то это очень крупный город, более 6 миллионов человек. В агломерацию входит и Кембридж, и Бруклин, и множество других городов. Здесь один как в другой перетекает. Очень сложно даже понять, где границы, особенно для русского человека. Потому что в нашем, в российском понимании, город, если все дома, которые есть, все кварталы, то это будет город, а будут границы города. А за городом начинается лес. А в Штатах у тебя один город перетекает в другой. И если ты не местный житель, не налогового резидента, ты даже не понимаешь, где один город заканчивается и где начинается другой. Я пока пытаюсь понять, что есть европейского. Может быть из-за того, что здесь нет такой прямо уж перпендикулярно параллельной сетки улиц, которая свойственна американским городам. И из-за этого считается, что Бостон европейский город. Я не знаю. То есть, такие подвороти немного напоминают Чикаго. Между зданиями такие вот технические проезды, которые как раз характерны для Чикаго, в Нью-Йорке такого нет. В Бостоне есть метро, и метро у них обозначено буквой Т. Такой вот логотип, не самый удачный. Бостонский метрополитен, кстати, старейший в Северной Америке. Его в конце 19 века открыли, старше, чем Нью-Йоркский. Если просто купить вот нужно одну поездку, на метро одна поездка 2.90. Кстати, обратите внимание, повсюду стоят вентиляторы. Вроде не жарко, но у них что-то с кондиционированием не работает. Так повсюду стоят вентиляторы и какие-то толпы. Бостонское метро как, бедненькое, бедненькое, поезда грязные, станции, вообще без какого-либо декора, то есть все очень функционально. Я не знаю, как это с точки зрения жителя, может быть, оно супер удобно, но поезда вот сейчас ходят раз в 4 минуты, тоже не сказать, чтобы очень часто, учитывая то, что сейчас час пик, пятница, 7 часов вечера, все возвращаются с работы, поэтому много народов. Здесь почище, чем в Нью-Йоркском, потому что в Нью-Йоркском вообще помойка. Здесь так более-менее чисто, действительно ступеньки. Видите, все разваливается, все ржавое, все прогнило. Вот если бы в России было такое метро, все бы уже давно на говно и зашлись. Кто довел метро мэра в отставку всех посадить в клетки? Офигеть! Ребят, на зеленые ветки ходят трамваи, это вообще дичь. Смотрите, просто трамвай ходит, наверное. Они в центре идут под землей, видите, низкая платформа, как в Волгограде. На окраинах они просто в обычные трамваи превращаются. Да, просто два вагона, при этом вот последний вагон такой современненький, а первый старый. Сейчас я пойду в первый, мне первый больше нравится. И вот видите, повсюду, повсюду трамваи со всех сторон, шум ужасный. Вот другая станция и уходят наши трамваи по зеленой ветке. Они, кстати, каждый состав компонуют. Один старый вагон, один современный. И опять идет следующий. Здесь вот так чуть побольше света и видно, насколько оно грязное, потрепанное, ржавое, с потеками. На каждой станции есть такая специальная штука для спуска инвалидов по лестнице. Это эвакуационная. То есть, если вам вдруг нужно эвакуировать инвалида, они открывают этот ящик и эвакуируют инвалида. Я, кстати, такие в России никогда не видел, напишите, есть ли такие в России. Потому что для инвалидов, например, делают лифт, но во время пожара лифт не работает. И что делать с инвалидов? В Америке есть такие специальные штуки, чтобы по лестнице эвакуировать. Это был метрополитен Бостона. Я не могу сказать, что я получил удовольствие. Когда русский человек приезжает за границу и смотрит, как устроено метро у них, он почти всегда расстраивается. Потому что таких шикарных, роскошных дворцов, как в Москве, даже как в Пхеньяне, если кто-то из вас был в Пхеньяне, их нету. Их нету. Очень редко, когда за границей как-то богато украшают станции. Потому что метро здесь носит такой больше утилитарный характер. Они не использовали метро как средство пропаганды. Поэтому станции были очень простые. И строились они в то время, когда было не до жиру. То есть если мы берем конец 19 века, то сам факт того, что под землей пустили поезда, это уже был какой-то шок, чудо света и можно было даже не украшать станции, это и так вызывало восторг. Когда метро строили уже в Советском Союзе, при Сталине, конечно, тогда был и архитектурный стиль, и архитектура тогда играла важную роль в пропаганде. Поэтому наши станции так богато украшены, такие как подземные храмы. Их не зря называют подземными храмами, потому что вся тоталитарная архитектура, это была новая религия. Когда государство подменило собой религию, она начала, в том числе и с помощью архитектуры, показывать человеку его место. Ведь что такое церковь? Если мы возьмем всю историю русской архитектуры, то самые помпезные, самые величественные здания, это были храмы, храмы, соборы. Самое красивое здание в любой деревне, это был храм, это была церковь. Почему? Потому что важно было человеку указать его место. Он приходил, офигевал от того, что там происходило, их золотых куполов, от богатого убранства, от икон, и он сразу понимал, насколько он ничтожен перед богом. Когда пришла советская власть, религию отменили, религия стала у нас государством, государство подменило собой религию. Бог у нас теперь сидел в Кремле, и новые храмы начали выражаться уже в архитектуре. Именно поэтому мы видим такое богатое убранство московского метрополитена, который сегодня, безусловно, гордость Москвы, вот эту супер помпезную сталинскую застройку. И, конечно, когда мы приезжаем в Бостон, Нью-Йорк, любой другой город, Лондон, мы смотрим на их метро и воротим нос, потому что нам это кажется супер простым, примитивным, грязным и неинтересным. Так, я, кстати, чуть не забыл. Друзья, напишите, какой метрополитен вам больше всего понравился. Где самое красивое в мире метро? Я вам, кстати, говорил то, что Бостон считается самым европейским городом США. Я гуляю здесь второй день по Бостону, но я не понимаю, почему он считается самым европейским городом США. Во мне такая смесь Нью-Йорка и Чикаго, и к европейскости, если так можно сказать, это никакого отношения не имеет. Вот когда ты путешествуешь по Канаде и приезжаешь в Квебек, вот это действительно европейский город, то есть это, как кажется, где-нибудь во Франции. И в этом плане Квебек, кстати, очень крутой, всем рекомендую. Но Бостон самый европейский город, не согласен. Чайка пришла развандалить мусорку. Опять же, как в Нью-Йорке, здесь мусор выставляют на улице. И вот Чайка пришла здесь пожрать, видимо. Крутое решение. Посмотрите, как сделано вокруг дерева. Это такой кирпич с дырочками. И вот так вот они вокруг дерева сделали этим кирпичом. Вообще многие тротуары в Бостоне вымощены кирпичом, и смотрится очень круто. Это напоминает Амстердам. Может быть это решение придает европей, европейскости Бостону. Смотрите, эти тротуары вымощены кирпичом, при этом разным. Там красный кирпич. А это итальянский квартал. Он очень крутой. Такая плотная застройка старая. И здесь куча каких-то лавочек, ресторанов, кафешек. Вечером здесь все забито. Невозможно сейчас сесть поесть. Но супер атмосферно. Я второй день пытаюсь куда-нибудь здесь нормальное место попасть. Но везде стоят очереди. Уверен, что очень вкусно. Потому что в таких местах, когда приготовлением занимаются сами итальянцы, в основном такие семейные рестораны, всегда очень вкусно. В центре Бостона действует очень строгий дизайн-код. Обратите внимание, вывески можно делать только наборными буквами и только золотыми. То есть нельзя использовать на исторических зданиях. У всех золотые буквы. Название здания City Hall Plaza. И только какой-то Pearl Vision сделал себе почему-то белые буквы. Бунтари. Но, к слову, о России сейчас во многих городах вводят дизайн-код. И это здорово. То, что раньше казалось какой-то дикостью. И вообще, что никогда у нас этого не будет. Сегодня дизайн-код это уже обычная история. Люди уже к этому привыкли. Даже требуют. Требуйте в своем городе строгий дизайн-код и порядок в вывесках. И будут ваши улицы мягкими и шелковистыми. Все, мы вышли на другую улицу. Здесь уже не такой строгий дизайн-код. И здесь уже Dunkin Donuts сделал себе обычный свой оранжевый приличный логотип. Здесь уже, видите, каждый кто во что горастет. В Бостоне очень много ирландцев. Каждый шестой бостонец это ирландец. Здесь куча ирландских пабов. Некоторые говорят, что вообще здесь живет больше ирландцев, чем в самой Ирландии. И пиво здесь лучше, чем в Ирландии. Ирландские пабы лучше, чем в Ирландии. И гинн здесь лучше. В общем, ирландцев действительно очень много. Ирландская культура сильно повлияла на Бостон. Но еще здесь много армян. Говорят 8%, а по некоторым данным даже больше 10% жителей Бостона это армяне. Откуда всякая армянская диаспора? Я не понимаю. Говорят, у них есть армянский парк. Я вот честно здесь много ходил. И вот так прямо, чтобы можно было сказать, что вот это армяне идут. Или какие-то армянские магазины, армянские кафе. Я не видел. Но вполне возможно, что где-то они есть. По-моему, только что армяне зашли в магазин, около которого я записывал этот ролик. И как-то косо на меня посмотрели. Теперь мне повсюду мерещатся армяне. Как вы понимаете, я все пытаюсь найти в Бостоне что-нибудь европейское. Но опять же, вот эти вот кованые балконы, эвакуационные лестницы, они выдают Америку. Потому что в Европе так не делали. В Штатах почему-то невероятно изящные, пропорциональные фонари, лавочки, уличная мебель. То есть все, что они делают, будь то исторически или современно, как тут у них получается. Кстати, во многих городах до сих пор используются газовые фонари, и это очень круто. Это вот то, что я говорю, какие-то исторические элементы, которые сохраняются и создают эту невероятную атмосферу. То есть ты идешь, у тебя тут бац, газовый фонарь. Тут какая-то еще деталь, которая сегодня, понятно, она не актуальна, но тем не менее она хранит историю этого места. В Лондоне тоже есть газовые фонари или, например, те же самые скрипки для глины и конского говна, которые тоже не актуальны, но они есть. Или вот какие-то стучалки на дверях, хотя уже появились у всех домофоны, электрические звонки, но тем не менее сохранились вот эти вот стучалки. Они там зафиксированы, чтобы никто не баловался, но их никто не убирает. Еще, кстати, в Бостоне есть такие вот колонны с красными фонарями, это пожарная тревога. То есть если случается пожар, вы бежите к красному фонарю, который тоже горит, и открываете там, вызываете пожарных. Сейчас опять же это не актуально, потому что сейчас люди звонят по телефону, но тем не менее, раньше, когда телефонов не было, люди выбегали и вот эту пожарную сирену вызывали с этого столба. Мне нравились эркеры, кстати, по поводу кондиционеров, понятно, что старые дома изначально были без кондиционирования, но вот никто не вешает внешние блоки, максимум тут есть оконные кондиционеры, которые они вставляют все в окна, а на фасад повесить блок нельзя. Оконные кондиционеры тоже нет ничего хорошего, но это лучше, чем когда кондиционер на фасаде. Ну и конечно вот эти вот эркеры, это просто шикарно, отличительная особенность Бостона. Все двери прозрачные, никто не вопит про то, что это опасно, что сейчас нужно срочно ставить металлические. Все-таки шикарные деревья растут и образуют такую вот галерею. Друзья, и вот здесь вот среди этих кирпичных таких домов середины 19 века скрывается совершенно неожиданный, просто посмотрите, такой маленький белый двухэтажный домик. Это дом Скарли Тохары. Кто такая Скарли Тохары? Если вы читали роман «Унесенный ветром», то это один из наиболее известных женских образов вообще американской литературы, символ предприимчивости, темперамента и умения выжить. И вот собственно Скарли Тохара и дом, который каким-то фантастическим образом затерялся среди вот этих вот кирпичных таких вот брутальных зданий. Вот это вообще не дом, это такая фальш-стена, просто один из подъездов, там была кирпичная стена, которую так задекорировали. И он похож на, если вы смотрели «Унесенный ветром» фильм, он похож был на вот веранду дома Тары, по-моему. Вот, поэтому дом называется домом Скарли Тохары, это такое прозвище его, ну это не дом, это просто фальш-стена, невероятно красивое место. Очень все сложно, друзья, очень все сложно, они заморочились всеми этими символами. Просто будете здесь, придите сюда, здесь можно сделать классные фотки, потому что выглядит это место очень круто. Вот Rollins Place ищите, и на Rollins Place находится этот дом. Здесь начинает темнеть, а свет от фонарей все больше, и улицы расцветают. Еще какой-то намек после дождливого дня на закат, на солнышко появился, и вообще красота. Вот про то, что я говорил, понимаете, вот мы идем, и тут смотрите, такие вот окошки, такая вот стучалочка. До сих пор можно постучать, не будем стучать, но она до сих пор работает. Такие вот старые ручки. Никто ничего не убрал. Ставинки, да, вот ставинки на такие замочки. Все старенькие крючки, старый кирпич. И ты идешь по этим улицам, и ты чувствуешь историю. То есть у тебя здесь история, она на каждом шагу. Просто невероятный кайф, это совершенно особая атмосфера. Вот это придает ценность всей среде городской здесь. Какая-то надпись, балконы. А, кстати, помните эти старые фотографии, когда была жара, и когда не было кондиционеров в Нью-Йорке, как люди на этих вот решетчатых балконах спали? Было очень здорово. А здесь даже, видите, такое стекло еще старое, рельефное. А статья «Туризм» приносит Бостону миллиарды долларов каждый год. И это важная статья в бюджете города. Очень много туристов сюда каждый год приезжает. По-моему, 12 миллионов или 13, сейчас точно не помню. Но туристов здесь много, в том числе благодаря тому, что они любят, берегут свой город и сохраняют свою историю. Все вот эти вот детали, фонари, все эти районы, то, что и привлекает сюда туристов. Я каждый раз на это с грустью смотрю, потому что понимаю, какими красивыми могли бы быть наши города. Но, к сожалению, мы многое утратили, и уже сегодня практически ничего не осталось. То есть, даже если завтра придут люди с пониманием, что это все нужно сохранять, то придется уже не сохранять, а восстанавливать, многое восстанавливать с нуля. Сейчас будем смотреть один из самых интересных проектов Бостона. На мой взгляд, это Greenway. Что это такое? Раньше, если мы посмотрим с вами на старые фотографии 80-90-х годов, то мы увидим огромные эстакады, широченные дороги прямо в самом центре Бостона, между небоскребами. В попытках решить проблему пробок они строили дороги, строили эстакады. В общем, примерно то, что сегодня делают в Челябинске и делают в других городах. Строили-строили, в какой-то момент они поняли, что дороги не решают проблемы, что жить под дорогами и с этими дорогами невозможно, и они решили эти дороги убрать. Изначально этот проект был Big Dig, то есть это большие раскопки или еще что-то. Это такая сеть туннелей, которые должны были убрать все эти магистрали и эстакады из центра Бостона. И о проекте начали говорить еще в 80-х, в 90-х годах проект начали реализовывать. С этим проектом было связано много проблем, скандалов, там кто-то умер, были какие-то коррупционные скандалы, сметы постоянно росла, только в середине стройки она выросла на 190%. В общем, такая вот местная зенит-арена. И в итоге все это очень долго-долго-долго строилось, но наконец построилось, и они эстакады, все вот эти эстакады широченной дороги из центра Бостона закопали под землю. И начали думать, а что же делать на освободившемся месте. Все, теперь нету эстакад, теперь нету широченных дорог, что делать? И они решили разбить парки. Теперь вместо дорог парки, называется это Greenway, это несколько километров такая зона из парков, которую собственно мы сейчас и посмотрим. В общем, что можно сделать на месте дорог. Отличный пример из Бостона, особенно он актуален для наших городов, потому что примерно то же самое лет через 50 начнут делать в Челябинске, в Москве, в других городах будут исправить градостроительные ошибки, возвращать город людям. Раньше здесь шла эстакада, все стояло в пробках, было ужасно, шумно, отвратительно. Теперь здесь постоянно взлетают самолеты. Вот этот вот шум, это не брак микрофона, это постоянно взлетают самолеты. Вот эта вот лужайка, она должна помочь скрыться от города. И вот вокруг видите такая плотная стена деревьев, которая отделяет оставшийся такой проезд. Основные трассы, они здесь под землей, но вот то, что проезд остался, здесь вот эти деревья, они его скрывают. И на этой лужайке вот проходят какие-то мероприятия. О, заяц, смотрите, я не знаю видно или не видно, вот там маленький-маленький зайка бегает в центре города. Заяц тоже здесь скрывается от шумного города. Ну вот смысл в том, что они здесь так очень плотно высадили деревья разные, они образовали зеленые коридоры. Вот в этих отверстиях селятся насекомые, как скворечник только для шучков и паучков. Вот эти вот все парки пока идут для уединения, чтобы отвлечься от городской суеты и побыть наедине с природой. Поскольку год свиньи, они расставили вот таких вот свиней. Парк закрыт с 11 вечера до 7 утра. Хотя вот здесь может возникнуть вопрос, как этот парк может быть закрыт? Здесь нет ни заборов, ничего и вообще эта часть улицы. Почему она может быть закрыта? Все дело в том, формально, по закону, например, если вы заходите в парк и спать, вас никто не может тронуть, но вы спите и спите. Но, поскольку здесь висит объявление, что парк закрыт, к вам ночью может подойти полиция и из парка вас выгнать, если, по мнению полицейского, вы бомж и используете парк не по назначению. То есть такой формальный повод для полиции предъявить вам претензии и прогнать из парка. Такая вот очень американская тема с утраками. Они приезжают к офисным зданиям во время обеда, и к ним выставляют всякие очереди. Буквально несколько часов приезжают, кормят народ и уезжают. Вот здесь какая-то площадь и куча таких вот фудтраков. В России это невозможно, потому что у нас очень строго законодательство в плане приготовления еды. То есть здесь, например, можно на дровах готовить. Вот такое, как автолавки. Как автолавки в России тоже регистрируют. Видите, там такая стоит у него печь, и они на дровах готовят пиццу. Кстати, вот повсюду стоят зонтики, столы и стульчики. И вот на этих столиках, смотрите, народ ест. Сейчас пятница, обед. Так что все активно используется. Такая вот реклама, что никогда не пейте, даже никогда не садитесь за руль, если вы выпили. И написано, что сегодня 3,5 тысячи человек погибнет на дорогах. В Штатах вообще очень своеобразно относятся к алкоголю за рулем. То есть в некоторых штатах подразумевается, что вы можете выпить и сесть за руль. Выпить два бокала пива, бокал вина, совершенно спокойно. Почему так? Потому что если мы берем с вами субурбию, то все бары, все рестораны, и они находятся вдали от домов, и туда совершенно невозможно приехать пешком, и очень сложно или дорого приехать на такси, поэтому все приезжают на своей машине. То есть вся деревня вечером приезжает в бар, бухает и потом разъезжается. То есть понятно, что все пьют, и все пьяными садятся за руль, и все пьяными разъезжаются. Конечно, не в стельку пьяными, но так. С другой стороны, если, например, полицейские вас ловят и подозревают, что вы пьяны, это огромные штрафы, лишение прав и кучу проблем. Поэтому, если вы попадаетесь, при этом есть какие-то законы, типа open container, когда у вас полиция находит открытую бутылку алкоголя, даже если вы ее не пьете, это уже подозрение, что вы пили, и у вас могут быть огромные проблемы из-за этого. Поэтому, с одной стороны, народ смотрит сквозь пальцы и спокойно бухает, потом садится за руль. С другой стороны, полиция, которая, если поймает и заподозрит, что вы пьяны, или если вы совершите ДТП или какое-то преступление, будучи пьяным, это будет очень суперотягчающее обстоятельство. Ну и просто интересный момент. Недавно я приехал в отель, пошел в ресторан при этом отеле, выпил бутылку вина, еще раз, выпил бутылку вина, и когда, выпив бутылку вина, я заказал еще один бокал такой последний, ко мне подходят официанты и говорят, чувак, ты выпил бутылку вина, тебе сейчас садится за руль, может быть хватит. Ну то есть, по моему мнению, бутылка это окей, но еще один бокальчик потом, это уже хватит. Я говорю, я здесь живу, я в номер сейчас пешком пойду. И он так расслабился, говорит, да, все хорошо, я-то думал, ты за рулем, как и все здесь. С одной стороны, алкоголь продается не так строго, как у нас, его можно купить даже в аптеке, круглосуточно, и нет никаких проблем. Но с другой стороны, четко проверяют лицензию, особенно в барах, если вы приедете в бар. Даже если вы такая бабушка седая, то вас могут попросить ID, чтобы проверить, сколько вам лет. И в некоторых штатах прямо есть закон, что перед продажей алкоголя в баре вам продавец должен внести номер вашей лицензии в чек. То есть, даже перед ним сидит такой старик уже одной ногой в могиле, и понятно, что ему есть 21 год, а в Штатах употреблять алкоголь можно с 21 года. Ему могут не продать без документа, потому что продавцу нужно вбить его ID в кассу, и тот, кто сможет продать алкоголь. Очередное произведение искусства. Грузовик, который выгружает камни. И мы наконец-таки дошли до карусели. Билет стоит 4 доллара. И здесь можно оседлать белочку, совенка, лисенка, бабочку. В общем, всех животных, которые обитают здесь. Здесь уже более современное благоустройство. Ну и видом, то есть, ситонем. Делали 10 лет назад. Оно такое, прямо, ну, совсем простенькое, примитивное. Но здесь уже разные уровни. Растения так вот более разнообразные. Очень классные все детали. Узлы, вот так сделаны лавочки. Да, конечно, когда все деревья вырастут, будут совсем круто. Сейчас они еще небольшие. Но когда все это разрастется, если за этим будут нормально ухаживать, будет просто сказочно. Но пока действительно получилось такое хорошее общественное пространство. Все, конец. А дальше развязки, эстакады, въезды в туннель, мост. В принципе, то, как вот еще совсем недавно выявил центр Бостона. Пока они все это не убрали. Так называемая дорожная диета. Это когда берут старые улицы, где было раньше много асфальта. И образовывались такие вот непонятные пустыри. И их краской заливают. Рисуют какой-то рисунок. Ставят вот клумбы с растениями. И отдают их пешеходам переделать под общественные пространства. Ну, по идее, здесь должны какие-нибудь стоять столики, стульчики. Просто сейчас убрали. Видимо, из-за непогоды вон они в углу сейчас стоят. А для автомобиля оставляют ровно столько места, сколько им необходимо. А это, кстати, очень классная тема. Как недорого и просто сделать общественное пространство. Самое главное, что если вы допустили ошибку, например, если общественное пространство не работает, или это как-то ухудшило дорожную обстановку, то это можно все быстро убрать. И это не требует каких-то больших денег. У нас вот таким тестовым благоустройством не злоупотребляют. У нас сразу все делают основательно. Ну и, конечно, никогда не признают ошибки. В этом плане, конечно, американцы более грамотно подходят к благоустройству. Асфальт очень похож на Нью-Йоркский. Куча заплаток, какие-то ямы. И, видимо, здесь с дорогами такая же история. И я думаю, история с дорогами, она примерно такая же, как в Нью-Йорке. А почему в Нью-Йорке плохие дороги? Это очень-очень старый город с кучей коммуникаций, каких-то коллекторов. Там огромное наслоение. Там сам черт ногу сломит, никто не знает, где бы там Нью-Йорк и где что там находится. Поэтому очень дорого и сложно проводить какие-то работы. Во-вторых, это очень дорого. Потому что все вот эти вот истории с профсоюзами, чтобы никто, не дай бог, нам не перетруждался. Поэтому любые работы для города стоят просто каких-то астрономических денег. И это они никогда не кончаются. Пока вы делаете одну улицу, у вас уже разваливается другая улица и можно все начинать сначала. Если вы делаете какие-то дорожные работы, вам нужно где-то разместить технику, где-то складировать материалы. И, может быть, земля там золотая, любая площадка под это с вас потребует там кучи денег. И компании вообще, кто может там что-то делать в Нью-Йорке, их мало. Опять же из-за этой монополии цены необоснованно затираются. Вообще в этом плане Штаты отличаются от России тем, что в Штатах в центре города могут быть плохие дороги, могут быть насраны, какие-то бомжи там, бичи жить. Все очень ужасно, наркоманы на улицах валяются. Зато, когда ты выезжаешь за город, там идеальная красота, чистота, инфраструктура. Все ровно, красиво и просто потрясающе. В России все наоборот. У нас центр города вылежут, зато стоит чуть-чуть отъехать и на окраинах начинается ад и кошмар. Напишите в комментах, какой подход вам ближе. Здесь произошел пожар. Может быть на этом здании вывесили радужный флаг и оно сгорело. Еще одна реклама на урнах. Написано, что 65% бостонцев скорее посетят ресторан или предпочтут ресторан, где ведется борьба с вредителями. Можно отправить смс на специальный номер, узнать что-то про эту борьбу с вредителями. Короче, народ здесь прямо заморочился всякими крысами. Сделали какую-то крутейшую велодорогу, а сделать ее безлуж не смогли. Бостон один из самых пешеходных городов в США. По-моему 15 или 20% жителей Бостона ходят на работу пешком. Здесь все для пешеходов приспособлено, широкие тротуары. Мы целый день ходим и ни разу не воспользовались общественным транспортом. У нас есть праздник, праздник к нам приходит. Какие-то ребята, по-моему это... Причем они очень похожи на мормонов. Значит, ребята, которых я принял, подумал, что это мормоны, это были менониты. Менониты, религиозное движение. Это какой-то протестантского толка. В общем, они пацифисты, они не берут в руки оружие. И, кстати, интересненько сейчас прочитал, что один из видов протеста менонитов, что когда государство, в котором они живут, все-таки пытается заставить их взять в руки оружие, призвать в армию или как-то участвовать в военных действиях, они массово эмигрируют, тем самым наказывая это государство, массово уезжают, оставляя свой бизнес, дела, не занимаясь основным земледелием и всем таким. В общем, тем самым они против насилия, против оружия поют здесь песни и призывают всех в свою церковь. Дали мне листовочку, что любовь, любовь Бога. Здесь какие-то цитаты из их книг. Вот так вот. А в 16 веке возникло в Нидерландах, кстати, менонитство. Ну что, господа, мы пришли на Южную станцию, это главный вокзал Бостона. Что интересно, выход совершенно свободный, все, и мы вышли. Вот платформы, то есть нету никаких проверок, контроля, никто не смотрит билеты, можно пойти. Амтрак это американский вариант РЖД. Ну, если честно, вокзал такой, давайте не будем себя обманывать. Так себе, все в рекламе, что-то там все отваливается. Такие платформы, все какое-то ржавое, грязное, на путях валяется мусор. Вообще в Америке железные дороги не очень развиты. В основном все летают авиасообщение, у них очень круто развиты. А железнодорожное не очень, как-то не срослось. В общем, вокзал меня совершенно не впечатлил. Я про него прочитал, что это какой-то невероятно крутой там ТПУ. Чуть ли не один из крупнейших в Америке. А на самом деле какой-то маленький зачуханный вокзал, весь в рекламе. Вонял каким-то этим общепитом американским, фастфудом, от которого тошнить начинает. Вы конечно простите, но я без восторга. Еще раз, если кто не смотрел мои прошлые ролики. Вообще, что значит кто не смотрел мои прошлые ролики? Невероятно интересно, так что смотрим, ставим лайки, подписываемся и ничего не пропускаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok